С отличным настроением продолжаем разговаривать о спортивной программе Краснодарского экономического форума. У нас у гостей появились в студии. Это Светлана Ходиш, начальник отдела организационной и кадровой работы Министерства спорта Краснодарского края. И Иван Максимов, старший тренер хоккейного клуба «Енисей». Светлана Васильевна, Иван Иванович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Светлана Васильевна, давайте сразу сориентируем людей, когда у нас данное мероприятие пройдет, цена данного мероприятия. Да, куда бежать за билетами. И, конечно же... А, ты уже сдал вопрос, да? Где находятся эти мероприятия? Я с удовольствием расскажу. Завтра, 13-го числа, в городе Красноярске, в многофункциональном спортивном комплексе «Арена Север» пройдет благотворительный хоккейный матч. Этот матч проходит в рамках спортивной программы нашего Красноярского экономического форума. Будут сюрпризы на этом матче. На ледовой площадке встретятся две команды. Это сборная гостей форума и сборная Красноярского края. Ну, специальными гостями, участниками этой игры будут представители хоккейного клуба «Легенды хоккея». Это прославленные наши хоккеисты, легендарные, российские, советские, которые будут участвовать в команде за гостей форума. Но вы имеете в виду прославленных хоккеистов с шайбой, потому что прославленные хоккеисты с мячом как раз и сейчас у нас тоже в студии. Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, насколько сильные соперники? Вы как участник вот этих матчей уже знаете и, наверное, можете, я думаю, оценить и мастерство товарищей. Ну, конечно, соперник очень сильный, потому что это, как сказала Светлана, это наши прославленные, легендарные игроки. И свое мастерство они не растеряли, стали только опытнее, поэтому очень сложно играть. Ну, у нас-то есть возможность подготовиться, как-то тренируется команда звезд спортивных наших, чтобы сыграть против легенд? Ну, конечно, все тренируются, все подбирают экипировку. Я вот тоже привез клюшку, чтобы у меня была своя привычная, удобная клюшка. А это можно сочетать, да, вот шайбой с инвентарем из бенди, из русского хоккея? Нет, у меня клюшка для игры в хоккей-шайбе, ну, просто они различаются все по загибам, по длине. Да, и поэтому я была один раз, увидела, я снимала, а мне показалось, что это вообще, в принципе, очень сложно. Нет такого чувства, что вроде как неудобно обыгрывать гостей, они же приехали, ну, тут там нам развивают, помогают. Ну, вроде как не очень-то этично. Нет, ну, всегда такие матчи проходят в такой дружеской, теплой обстановке. И, например, вот в прошлом году, когда я играл, мне очень запомнилось, что, во-первых, арена Север была заполнена, да, полная была. И зрители поддерживали одинаково, что команду гостей и команду хозяев турнира было очень здорово. И был такой общий праздник. Иван Иванович, скажите, да, ну, а все-таки ближе вам мяч или шайба? Может быть, все-таки вы уже потихоньку посматриваете на шайбу и думаете перейти в этот вид спорта? Ну, конечно, естественно, мяч, но хоккей-шайба – это мое хобби, скажем так. Мне очень нравится играть в хоккей-шайбы, поэтому я с удовольствием каждый раз участвую в каких-то турнирах по хоккей-шайбе именно. А физически все-таки что сложнее, если смотреть? Мне кажется, чемпионом мира физически сложнее мячом, но уже просто. Нет, я знаю, что экипировка совершенно другая, да, если смотреть с мячом какие, и, может, там тяжелее, когда играем с шайбой. Экипировка, которая… То есть к чему вы выбираете сейчас именно для вас персональская отродность? Если брать, да, вот эти два одинаковых основных, две одинаковых составляющие – это коньки и лед, но виды спорта на самом деле сами по себе это абсолютно разные. Потому что, например, там, начиная от размеров площадки, заканчивая какими-то специфическими нюансами. Динамики, наверное, да, игры? Да, и абсолютно разные виды спорта. Хоккей-шайбе проходит, там, игра на старт-стопах все время в хоккей с мячом. Это более длинные прокаты, большие траектории, поэтому… Есть время придумать хитро выдуманную тактику, да? Конечно. Здесь надо уже просто больше, наверное, физикой играть, да? Конечно, я всегда говорю, что в хоккей-шайбе ты выехал из зоны, и у тебя всего-то там два защитника. Светлана Васильевна, куда пойдут вырученные средства от благотворительной игры? Все вырученные средства с этого благотворительного матча будут переданы в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». Я хочу еще добавить, что билеты на матч продаются в кассах и арены «Север», и стадиона «Локомотив». Они еще есть вообще? Да, они есть, но… Ну, я не буду сейчас открывать, они очень хорошо продаются. Я думаю, что люди, в прошлом году, посмотрев матч, им понравилось, потому что нам там еще сопутствуют, кроме спортивной игры, различные розыгрыши, викторины, автограф-сессии, фото-сессии со спортсменами. Поэтому я всех приглашаю на этот матч. И также хочу сказать для гостей нашего города и для гостей форума, что будет площадка определенная на площадке делового центра «Сибирь», где будут также продаваться для гостей форума эти билеты. И автографы хоккейного клуба «Эмиссия», я думаю. Да, я, конечно, свечу. Их обычно вы с широкого свеча раздаете фанатам. Ну, по крайней мере, не знаю, я как поклонник могу сказать. Скажите, пожалуйста, а как дробятся вот участники, то есть как вы подбирали в свою команду однокомандников, наверное, да, игроков и в команду соперников? Это какой-то слепой жребий или как-то бывает? Да. А ну, будешь у меня в команде? Как было в прошлом году? Или письма высылает? Приходи меня поддержать, да. Нет, определенным образом команды, как я и сказала в начале, распределяются по территориальному пока принципу. А, по территориальному. То есть Красноярский край и гости форума. Нет, понятно, что, естественно, я имею в виду, ну, а туда, кто входит? Красноярский край большой, спортсменов у нас тоже много. Понятно, что сразу звезд мы хватаем, чтобы у нас была такая крепкая оборона на подъеме. И в той, и в другой команде у нас присутствуют и представители бизнеса, представители спорта, представители власти, общественные деятели. То есть это абсолютно разные люди, на которых скрепило одно, это любовь к хоккею с шайбой. Но они заявляются по желанию, да? Да, конечно. То есть как бы им делают предложение, или они там, я, 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 ты пропустила. Никто никого не заставляет. Я на волосы бы встал. Да, 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 это как пиотека. Как в одном из фильмов. Полная отъяска. Вы же прости меня, конечно. Давайте еще раз расскажем, напомним нашим телезрителям, где, во сколько. Пригласим на матч. И, конечно же, главное, зачем мы идем на этот праздник. Я так могу сказать, это праздник. Да, конечно. И в этом празднике у нас будут участвовать еще и юные хоккеисты, и юные фигуристы, потому что у нас будет такое праздничное открытие, опять же, для всех гостей, которые придут на этот матч. Матч состоится 13-го числа, завтра в 20 часов в арене «Север». Всех приглашаем насладиться хоккеем и получить приятные ощущения. Ну и Иван Иванович тоже хочет сказать. Я со своей стороны добавлю, что именно спортивная составляющая этого праздника, то есть сам хоккей, будет очень высокого уровня, потому что действительно приезжают ребята, которые... Мастерство, которое зашкаливает, скажем так. И плюс зрители могут одновременно насладиться хоккеем и сделать доброе дело, так как матч благотворительный. Давайте поможем все вместе и поболеем, и получим отличные эмоции. Встречаемся завтра в арене «Север» 20.00 на благотворительном хоккейном матче. И Наталья хотела что-то сделать. А у нас есть сюрприз, да. Мы знаем, что хоккейноклуб «Инисей» очень много где был сейчас, тренируется, снова Иван Иванович нам рассказал. Мы ждали все Алмаза Миргазова вашего, да, который там в Москве порвал, да, ну где только не порвал, под вашим руководством и тактикой. Мы хотели бы попросить вас передать нашему, ну так скажем, ну нельзя сказать, любимому игроку, все любимые игроки и все любимые тренеры. Ну вот такой вот, да, портрет, чтобы он радовался в новый сезон, я не знаю, там входил в каком-нибудь потрясающем состоянии. Круто, круто. Алмаз, вам привет и надеемся, что мы все-таки с Иваном Ивановичем вас в следующий раз увидим. С удовольствием передаю, и от Алмаза спасибо. Ну что ж, и все любители хоккея встречаемся завтра, напомню, в 20.00. О матче в благотворительном спортивном легенде хоккея мы разговаривали со Светланой Ходиш, начальником отдела организационной и кадровой работы Министерства спорта Краснодарского края, и Иваном Максимовым, старшим тренером хоккейного клуба «Енисей». Спасибо, до скорого, увидимся. Увидимся, всего доброго. Продолжение следует...